Все мы знаем, что с 1 октября введена дополнительная аттестация всех клиентов, брокеров и возникает масса вопросов, что нам запретили, что-то делать и так далее. Давайте сейчас разберемся, где это, как, что с чем едят и в конце этого видео я дам вам прекрасный подарочек, поэтому смотрите до конца. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Что же такое за тестирование дополнительное и к чему нам есть доступ, к чему нет доступа, потому что говорят, что нам вообще Центробанк ничего не разрешает, поэтому давайте посмотрим. Ну, я являюсь на самом деле квалифицированным инвестором, поэтому у меня есть доступ ко всем инструментам, но у меня есть счет, который оформлен на мою жену, например, и сейчас я на примере этого счета покажу вам, что же у нас запрещено как начинающим инвесторам и что разрешено и куда смотреть. Ну, конечно же, актуально для клиентов открытие брокер, потому что многие не знают даже куда посмотреть, поэтому сейчас я вам все это покажу. Итак, мы заходим, как обычно, в личный кабинет открытия брокер, вот сейчас вы видите, и в личном кабинете открытия брокер мы смотрим, куда? На личные данные. Вот здесь заходим сюда, и персональные данные. Не подглядывайте, значит, смотрите, вот здесь вот есть такая штучка, доступ к инструментам и операциям. Мы берем и нажимаем сюда, и вот здесь, пожалуйста, доступ к инструментам и операциям. То есть здесь есть, смотрите, вот не пройден тест, и где-то не пройдено, 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 не пройдено, пройдено и так далее. Что здесь надо знать? Смотрите, все, что у вас было до 1 октября, и чем вы пользовались до 1 октября, у вас все это остается. Поэтому не надо разводить панику, никаких дополнительных ограничений у вас нет пока еще. То есть все, что вы делали, оно вроде как все доступно. Но если вы что-то вот прям по зарез хотите, по зарез хотите, новый какой-то инструмент, вы нашли какую-то акцию, про которую говорят, что нифига. Ну, например, облигации без рейтинга, иностранные акции вне индексов, то есть мелких компаний, облигации со структурным доходом у моей жены пройдено, потому что у нее есть такая облигация. Производные финансовые инструменты, по-моему, всем доступны, это фьючерс-опционы. ИТФ для неквалифицированных инвесторов не пройдено, запифы не пройдены, иностранные облигации без рейтинга не пройдены, структурные облигации, опа, структурные облигации не пройдены, вот так. Ну, что нас будет интересовать, ну, давайте попробуем ИТФ для неквалифицированных инвесторов. То есть, смотрите, на каждый продукт, который нам приспичило, значит, есть вот такой тест. И дальше нажимаем «Пройти тестирование». Тестирование можно проходить многократно, там задается несколько вопросов, по-моему, их 11. Вы должны ответить правильно на все вопросы, которые касаются технической части. Ну, и там есть мотивационные, там, по-моему, можно неправильно ответить, как говорят. Вопросы, ну, сложные, несложные, сейчас мы увидим, какие. Но тест можно проходить многократно. И что важно, что, ну, нельзя, в общем-то сказать, там, вопросы все запомнить, например, как билеты, потому что они случайным образом выскакивают. Вот в этом вся изюминка. То есть, вы должны выучить все вопросы вроде как, и на 11 вопросов вот должны ответить правильно. Вот, давайте проходим тестирование. Да, на ответ, на обдумывание каждого ответа дается 3 минуты. Вот так. И поехали! Обладаете ли вы знаниями о финансовом инструменте? Не имею, знаю, 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 потому что получил профессиональную консультацию. Да, далее. Это не важно, на самом деле, это не играет роль. Как долго в совокупности вы осуществляете сделки с этим инструментом? Один год и более. Далее. Сколько сделок с этим инструментом вы заключили за последний год? Менее 10 сделок. Далее. Выберите правильное утверждение. Вот пошли уже такие вопросы, серьезные. Выберите правильное утверждение по отношению ПАЁ в ETF на индекс акций. Первый ответ. ПАИ и ETF на индекс акций позволяют инвестировать в отдельные акции или облигации. Это не так. ПАИ и ETF на индекс акций выпускаются и погашаются только несколько раз за время осуществления ETF-провайдера. Да нет, вроде. Благодаря диверсификации вложения инвестиций в ETF на индекс акций при прочих равных условиях, как правило, связано с меньшим уровнем инвестиционного риска по сравнению с вложениями в обыкновенные акции и на сраных компаниях эмитентов. Да, это так. Но давайте почитаем остальные. Инвестиции в ETF на индекс акций требуют инвестора больше времени и расходов, чем портфель. Но вообще не так. Ни один из ответов не является правильным. Вот этот ответ правильный будет. Далее. Как устроен механизм формирования цены ETF? Не зависит от стоимости компонентов, составляющих фонд. Формируется не на биржевом рынке ПАИ и ETF, а на рынке, где обращаются базовые активы, составляющие ETF, если цена ПАИ фонда окажется выше, чем стоимость его портфеля, находящегося на 1ПАИ ETF. Если цена ПАИ фонда окажется выше, чем стоимость его портфеля, приходящегося на 1ПАИ, то авторизованный участник фонда действует исключительно в своих интересах за счет операции на первичном и вторичном рынке и вернет цену к справедливому уровню. Да? Да ладно, что-то я как-то нет сама. Определяется управляющим фонда. Ну-ну. Цена может содержать существенную систематическую премию или дисконт по сравнению с ценой, определенной управляющим фонда. Цена может содержать существенную систематическую премию или дисконт. Вот, видите, уже, так сказать, я затрудняюсь ответить. Формируется не на биржевом рынке ПАИ, а на рынке, где обращаются базовые активы. Ну, не знаю, не знаю. Так, определяется это точно нет. Нет, не зависит от стоимости. Ну, как же, не зависит, когда зависит. Так, цена может содержать существенную систематическую... Вот мне не нравится слово систематическую. Но, вообще говоря, цена может содержать премию или дисконт по сравнению с ценой, определенной управляющим. Я думаю, что вот этот ответ будет правильный. Окей. Значит, что из перечисленного? Не является риском, связанным с вложением российских инвесторов по ИЭТФ. Риск изменения суверенного рейтинга не является. С вложениями российских инвесторов по ИЭТФ. Риск изменения суверенного рейтинга Российской Федерации. Ну, вроде нет. Риск неожиданного изменения иностранным государством законодательства, регулирующего обращение в ИЭТФ в неблагоприятную для вас сторону. Вполне, наверное. Риск неожиданного изменения иностранным государством законодательства, регулирующего обращение в ИЭТФ в неблагоприятную для вас сторону. и риск, связанный с необходимостью защищать свои нарушенные права в иностранном суде. Да ну, не надо в иностранном суде. Так, риск введения иностранным государством запретительных мер в отношении российских владельцев по ЕВИТФ и риск обложения дохода, выплаченных по ЕВИТФ в случае выплаты таких доходов не только в России, но и в иностранном государстве. Ни один из ответов не является правильным. Ну, возможно вот это. Вот, в случае, если вы купили ЕВИТФ за 100 долларов США и продали его через год за 120 долларов США, при этом курс доллара США за указанный год вырос с 50 до 75 рублей, ваш налогооблагаемый доход в России составит. Смотрите, как я делаю. Значит, мы продали за, вот я беру калькулятор, мы продали за 120 долларов США при курсе 75 рублей. Берем, считаем. 120 умножить на 75 минус. Купили мы его за 100 долларов по 50 рублей. 100 умножить на 55 тысяч. Минус 5 тысяч. Равно 4 тысячи. 4 тысячи. Далее. Самаоценка. Проверьте ваше знание перед завершением тестирования. Обладаете ли вы знанием о финансовом инструменте? Знаю, потому что получил. Да, хорошо. Как долго в Сываку? Это самооценка. Так, хорошо, хорошо. Дальше. Выберите правильное утверждение на индекс акций. Благодаря диверсификации. Ну, значит, здесь проверочка такая. Ну, короче говоря, я думаю, что я правильно ответил на все вопросы. И подтвердить. В принципе, здесь можно несколько раз проходить. Здесь ничего страшного нет. Волнуюсь. Тут можно скачать, судя по всему, и посмотреть, распечатать, чтобы доказывать в суде там и так далее. Но на самом деле можно много раз проходить, поэтому пока вот такая штука. Бланк теста, значит, вот тут я, значит, мои ответы. Здесь я могу расписаться, вот, а могу не расписаться. То есть я могу расписаться здесь в письменном виде, а могу расписаться в электронном виде. Я вот получаю код. Подтверждаю ответы. Нам нужно немного времени на анализ результатов. Ну, а пока результаты тестирования не пройдено. Вот так. Где-то я все-таки ошибся. Ну, а где я ошибся, я не могу узнать. Не могу узнать, да? А сейчас, смотрите, я обещал вам подарочек, и поэтому я вам говорю, что подарочек будет вам. Уже в сети появился такой тестер. Сейчас я вам его покажу. Он уже выложен у нас в чате. Кто-то скинул, кто-то нашел в чате для тех, кто закончил курс биржи для чайников. И я его в своем чате, который доступный, на который можно будет подписаться, ссылочка будет внизу. Вот здесь я его выложил. Вот. Не, не выложил. Сейчас выложу. Но вы сможете подписаться на этот чат. Инвестор Юрий Демитков. И там вы сможете пройти этот тест многократно. Вот я переслал его. Сейчас. Смотрите. С 1 октября начиналось обязательно, так сказать, первые результаты говорят о том, что далеко не всем частным инвесторам удается успешно сдать тесты с первого раза. В Финаме 49% сдают, в открытии 59%. В БКС 87%, но с учетом пересдач. Вот. Чтобы помочь вам проверить, мы создали викторину в Телеграм. Нажимаем. Перейти к тестам. И, короче говоря, в Телеграме можно пройти это тестирование многократно, сколько угодно раз, ни на что не влияет абсолютно. Поэтому все шикарно. Заходите. Вот он, Телеграм-канал. У меня называется Инвестор Демитков Юрий. Вы попадаете на квиз-бота. И вот оно есть. Продолжить тест. И, значит, вот тут вы отвечаете. Та-та-та-та-та-та-та. Те же самые вопросы. Вы потом наблатыкаетесь и сможете успешно пройти. Ну что? Очень вкусная штука. Ссылочка на этот Телеграм будет у меня в описании к данному видео. Ну, а на сегодня все. Надеюсь, что лайк я заслужил. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Оставайтесь на моем канале. И до встречи. Буду давать полезности. Субтитры сделал DimaTorzok